Всем здравствуйте, всем доброе утро. Канал Добра и Позитива. Добро, видно, пошло. И поэтому сейчас вкратце, без предисловий. И сегодня у нас на первое практически все будут Акаи. Ну а почему бы и нет, очень достойная фирма, очень хорошая, поэтому всеми нами любимая. И поэтому сейчас начнем. Ну вот и начнем с самого верхнего Акая. Это 830. В очень хорошем состоянии внешне. Крышечка не отломана, держится, все хорошо. С ней вот. Вот так выглядит этот двухкассетный магнитофон. Значит, детище Акая и Митсубиси. Перемотки там работают. Пасеки пришли в негодность. Итого 9000 рублей. Вот профилактику. Косметика очень хорошая. Следующий. Вот такой Акая ГИЛИХС Р60. Хорошее внешнее состояние очень. Но там нужно поменять пасеки. Ему вообще капитально. То есть он не хочет реагировать на открытие дверей. Ну вот так вот это происходит. В общем, 9000 рублей под профилактику этого Акая. Следующий. Следующий. Вот такой реверсный АД-50. Очень красивая дека от Айвы. Такая вот пианинка. Сверху там у нее наклеечка сохранена. Не видно здесь, где написаны рекомендации по установке BIOS для всех лент, которые продавались в 83-м году. Значит, внешнее состояние у нее очень хорошее. Я имею в виду лицевую часть. А сверху там она поцарапанная. Поэтому цена будет, соответственно, под профилактику и с учетом этой, значит, поцарапанности 8,5. Вот такая вот Айва. Очень красивый аппарат. Следующий. GX, R65CX. Ну, как бы Акай наделал в свое время разных модификаций. Это уже АНД, то есть Акай и Диамонт. Я уже говорил по поводу того, что продукцию под этим лейблом вы можете купить до сих пор в аптеках вашего города. Да, это аппараты японские давления, измерения. Вот, поэтому в какой-то мере фирма еще жива. Хотя Акай давным-давно, с 97-го года уже нет. Ну, как говорится, дело их продолжает жить в наших сердцах и в наших домах. Вот 60-й в очень хорошем состоянии. Как бы, не извиняюсь, 65-й. Значит, в очень хорошем состоянии, поэтому, ну, пусть будет, пусть будет 11. Пусть будет 11, все работает. Ниже Акай GX-R55. Тоже очень интересный магнитофон. Другой здесь дисплей у него. Много здесь функций программирования, поиска и прочего всего на свете. Данный магнитофон под профилактику, там нужно поменять резиночки, смазать, почистить. И поэтому цена его будет 7000 ровно. Ну, такой вот Акай GX-R55. В очень, в принципе, достойном состоянии. Так, забыл рассказать интересный момент по поводу вот этого Акая. Вообще, по поводу всех Акаев. Начиная вот с вот этого. То есть, нашелся у меня пульт. Ну, как бы, его я продавать не хочу. Ну, интересный такой момент. Этот пульт на вот таком вот поводке. И вот теперь смотрим, как это все будет работать. Значит, оказалось, что во всех Акаях есть гнездо сзади. Ну, вот такая вот интересная, замечательная, прикольная, веселая вещь. Вот, подходит ко всем Акаям, у которых есть это гнездо, значит. Все я проверил. Все, как бы, полная преемственность. Начиная от серебристых моделей еще 81-82 года и кончая уже 88-м годом. То есть, кончая, да, вот этими вот моделями. То есть, все подходит, все работает. Один и тот же протокол. Вот, ну, потом фирма, значит, скажем так, опомнилась уже в конце 80-х и сделала уже деки вот с такими пультами. Вот этот пульт от, конкретно вот от этого магнитофона. Вот, R-3500-го. Сейчас мы помотаем. Так, там у нас включено поиск, по всей видимости. Поиск включен. Сейчас, одну секунду. Подумалось мне, что включен там поиск ИП. Так, вернемся, значит, к нашему разговору. Значит, если здесь включена система поиска, он будет мотать, не отводя головы. Поэтому ему это было тяжело на той кассете. Я ее отключил, эту систему поиска. И теперь покажу, как вот он мотает на самом деле. Состояние у него очень и очень замечательное. Вот так вот это все шуршит. Вот, в обе стороны включается. И замечательно в обе стороны он работает. Пульт в комплекте. Состояние голов также считаю... Ну да, тут как бы темно и не видно. Но состояние голов очень хорошее. Цена этого магнитофона с пультиком... Может быть, даже найдется инструкция, но не уверен. Не уверен я про инструкцию. В общем, цена будет 11 тысяч с пультом вот этого магнитофона. Состояние еще раз вот такое вот. Замечательное состояние. Весь сверкает, весь блестит. И пультик в придачу. Так, следующий магнитофон. Нужно переподключиться. И продолжаем переподключившись. Включаем вот такого вот трехголовочного. Уже теперь красавца. Это 6100Z. Значит, перемотки на нем работают. Прекрасно. Но требует профилактики. Поэтому там нужно ему сделать воспроизведение. Воспроизведение не хочет включаться. Обычная тема этого магнитофона. Дисплей яркий. И что интересно, работает также от этого же пульта. Смотрим. Смотрим перемотки. Мотают очень быстро и тот, и другой. Но, к сожалению, не все одинаково воспроизводят хорошо. То есть, нижний нужно делать трехголовочный. Ему, скажем так, глубокую профилактику по замене пасеков. Цена его будет 11000 также. Но без пульта. Но трехголовочный. Опускаемся к следующему нашему аппарату. Это у нас техник с RSM250. Вот такая вот очень красивая у него ручечка. Пытается он там включиться. Но сил у него не хватает. Поэтому извините. И вот, значит, цена его будет. Да, кстати, данный магнитофон. Данный магнитофон в рабочем состоянии просто поражает своим качеством записи. Это могут подтвердить владельцы данного магнитофона. Поэтому рекомендую его в покупке. Можете взять и не пожалеете никогда. Цена 8000 под профилактику. Очень хорошее состояние у него. Даже вот своя оригинальная наклеечка у него осталась на кармане. Сделан очень хорошо. Очень такой брутальный магнитофон. Сейчас посмотрю головы. Головы в очень хорошем состоянии. Так что рекомендую. Следующий Акай ГИИКС. Начал там что-то делать даже он. Значит, вот оно. Случилось чудо. То есть до этого он не хотел ничего делать. Значит, под профилактику 31 Акай. В очень хорошем состоянии внешне. Вот даже захотел к новому хозяину. Даже превозмогая себя начал тут что-то крутить. Хотя до этого, сколько я его не нажимал, он ничего не хотел делать. Ну, цена будет 9500. В очень хорошем состоянии внешне. Вот. Никто не ковырялся, не копался, не ремонтировал. Два оставшихся магнитофона. Это у нас два Акай А и Д. Значит, два Акай А и Д. Оба под профилактику. Типичная для этих Акай проблем с пасеком. То есть вот так вот он будет рычать, мычать. Вот. Значит, оба магнитофона цена под профилактику 14 тысяч. Что одного, что другого. Ну, вот. Поэтому, ну, поменяйте пасеки и будет вот такая вот машинка за вполне вменяемые деньги. Трехголовочная дека. Очень хорошая. Значит, извиняюсь. По одной, по верху, там есть какие-то нюансы с крышкой. Поэтому цена его будет 13. Другой, без этих нюансов, 14. Вот так вот вспомнил про нюансы с крышкой. Ну, и, значит, на десерт вот такой вот Пионер 8800X. Вот такой вот красавец. У него, в отличие от предыдущей модели 8800. Кстати, вот почему-то Huawei этот не снимает красный цвет светодиодов. Цвет абсолютно ярко-красный. Что за интересная такая особенность? Непонятно. Значит, вот такой вот брутальный зверюга. Вот с такими вот сумасшедшими проточенными ручками. Очень тяжелый. Выход 2 по 90 у него. То есть, ну, тоже как бы рекомендую. Вот такой вот усилитель. Очень красивый. Очень тяжелый. Не дешевый на Авито. У меня ровно полцены. 18 тысяч рублей. И в заключении, оффлайн, оффтоп. Ну, он нам помогал, поэтому мы его сейчас покажем. Это был сегодня наш помощник. Онкью А755. Очень хороший усилитель. Рекомендую этот усилитель как очень хорошо звучащий. 1972 года. Весь на транзисторах. Никаких там нюансов с микросхемами и прочим удешевлением. Значит, в очень хорошем внешнем состоянии. Цена 13 тысяч. Ну, и на этом как бы сегодня я прощаюсь. А следующее видео выйдет очень скоро, я надеюсь. И мы продолжим знакомство с тем, что можно выставить на продажу для вас. Вот он крутится, все пытается. Так что ждет нового хозяина. Всем пока, до свидания.